Нейросети рулит. Сегодня о бесплатном плагине GPT for Log, который интегрирует чат GPT в Google таблицы и документы. Поверьте, это просто песня. Если в Google Doc он просто интегрирован и сокращает время на запросы, вам не приходится прыгать между окнами, то в таблицах он использует формулы и просто творит чудеса. Формулы тут не про числа, а про буквы и всевозможные операции со словами. Например, вытащить из тысячи присланных резюме информацию о том, в каких организациях человек работал и сколько получал. Ну или вот, пять самых известных цитат Ленина. Почему Ленина? Не знаю. И все это чудо абсолютно бесплатное. Точнее, не абсолютно, но об этом позже. Устанавливается просто как плагин в браузер. Дополнительная настройка на самом деле не требуется. Ну точнее тут инструкция. А в данном случае инструкцией являюсь я. Итак, стоит ли расширение? Да. Кстати, не всегда появляется сразу. Минуты две-три подождите и обновите окно браузера, если не появится. И здесь вам нужно установить API-ключ. Где его взять? В вашем аккаунте в OpenAI. Это разработчик ChatGPT, если кто не знает. И не только ChatGPT. Вообще, про них я сейчас, думаю, поделаю скринкастов. Вы должны иметь тут аккаунт. Есть проблема с доступом из России. Как ее решить в двух словах в моем скринкасте про ChatGPT. Ссылка в описании. Здесь вам нужен API-кей и создать новый. Можно дать имя. Да и лучше дать имя, чтобы не путаться, какой ключ в каком сервисе вы использовали. Все, скопировали ключ. И еще раз в расширение и set API. Вставляем. Приняли. Проверяем. А вот тут ошибка. У вас закончился фри период и не оплачен аккаунт OpenAI. Вот это печаль для жителей России, потому что криптой оплатить нельзя. Сам плагин бесплатный, и ChatGPT35 тоже бесплатный. А вот за 4.0 и иные сервисы разработчик берет деньги. Вот тут должно быть написано, что мы спишем с вас в конце месяца в зависимости от того, сколько вы используете. Посчитать сколько вы используете почти невозможно. Здесь разные тарифы на разные сервисы и оплата за токены. То есть за слова. Я только сейчас сделал платный аккаунт. Мне он был не нужен. Поэтому не могу назвать средний порядок цен. Но думаю, что раза в 4 дешевле, чем у этих ребят. Это как раз ушлые, которые решили нажиться на нейросети. Подобно тому, как сейчас вдоль и поперек наживаются на бесплатном stable diffusion ребята с коммерческой хваткой. Ну ладно. Если кто-то платит, значит услуга пользуется спросом. А мы проверяем. Да, все работает. Здесь список формул с примерами. Проверим, работает ли, например, это? Да, работает. А понимает ли он русский? Да, понимает. В принципе, по формулам можно делать отдельный курс. Если наберу больше 500 лайков, по меньшей мере сделаю продолжение. Наберу полторы тысячи, сделаю курс. Поскольку формулы здесь работают почти как просто в таблицах, их можно разносить, совмещать, усложнять. В этой ячейке мы получаем результат запроса из этой. И формула тут просто GPT. Просто обращение к чат GPT. А вот, подключен к интернету. А какая интересная версия? Три. Странно, что это самая последняя, по его мнению, версия. А вот формула GPT-List, например, выдаст вам список ответов. Опять же, в соответствии с запросом, который мы возьмем из ячейки А5. А вот. Ну и так далее. Подробнее с примерами, например, вот здесь. На сайте GPT-for-Walk. Ссылку оставлю в описании. Теперь про Google Документы. Запускаем расширение. Как говорят разработчики, для коротких запросов в Google таблицы, для длинных – Google Doc. Можно просто написать запрос, изменить тон, исправить ошибки, дать выжимку из текста или перевести на какой-то язык. Для начала проверим, работает ли. Ctrl-Inter. Да, работает. Ну и дальше все просто как в чате GPT. Но тут, например, можно сделать вот так. Опиши в пяти словах. Ну, это он понял буквально. Хорошо. В двух предложениях. Так, а по-русски? Не хочет по-русски. Ну ладно. Значит, переведем так. Вот. Отлично. Очень понятливый. Ну что, в шестьдесят девятом году был знаменитый фестиваль Woodstock. То время оставило нам, в числе прочего, лозунг Make love not war. Перефразируя сегодня, я бы сказал, занимайтесь нейросетями на хуйну. Ну и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вололомов и Теплица социальных технологий.